Приветствую вас, уважаемые телезрители! Мне часто задают вопрос, как появилась идея строительства такого храма-памятника? Ответ и прост, и одновременно сложен. Более 27 лет от благословения и 25 лет реализации идеи. Четверть века. Выросло новое поколение. На подобный проект и тем более его воплощение невозможно ответить лишь мерками земного измерения. Образ такого храма рождается на небе. Главный архитектор – Господь. Потому что храм прежде всего дом Божий. А сама идея храма-памятника родилась на стыке эпох. В прошлое уходил пласт истории и уносил имена тех, кто сражались за победу, страдал за веру и убеждения, кто умирал за Родину. Еще дальше отдалялась трагедия Первой мировой войны и революции. Зарождалась заря нового времени. Люди тянулись к вере и искали прежде ими поруганного Бога. Нельзя было допустить, чтобы время стерло человеческие судьбы. Это наши предки. Это тысячи, сотни тысяч, миллионы и миллионы. Так же, как в Церкви, как в теле Христовом. Миллионы угодников Божьих. Поэтому, посвящая храм всем святым, на тот момент было очевидным, что надо посвятить его памяти всех, кто жил до нас. Многие совершали подвиги. Многие трудились во славу Отечества. Только имен их мы не знаем. И воздвигнуть храм во имя их не можем. И вот, имея храм всех святых, становится возможным никого не обделить почетом и памятью. Вход в храм благословляет ангел, расположенный на своде вверху. Каждый, входящий в храм, видит себя под покровом ангельских сил. Входя в храм, делая шаг навстречу Богу, всем своим существом мы ощущаем, как Бог делает сто шагов навстречу нам. Как Бог посылает своего ангела исцелить наши душевные и телесные болезни и печали, стремиться помочь в наших немощах, разбудить наши творческие силы и направить их на созидание доброго и вечного, на благо ближнего и своей страны. Здесь нам предстоит осмыслить тему святости. Кто такие святые? Каков был их жизненный путь? Где проходили их подвиги? Как они связаны с нами сегодня? И чему могут нас научить? И как помочь? На своде вверху изображен собор белорусских святых под покровом Богоматери на западной стене. На стенах образы существующих в нижней части и утраченных на галерее вверху монастырей и храмов Белоруссии. Вот давайте остановимся на этом подробнее. В тропоре, прославляющем собор белорусских святых, поется «Почти Господь Белорусский край, святыми Ему благоугодившими, святители, мученики, преподобными и праведными, верно Господеве послужившими и мзду трудов приявшими. К тем же ныне и мы вопием, о нас молитесь ко Господу, да в вере и делях плод добр принесем». То есть слава белорусской земли в ее святых. Господь прославил нашу белорусскую землю святыми. И если мы, их потомки, сегодня будем возносить им молитвы и просить их помощи, то принесем добрый плод в вере и делах. Это справедливо как в жизни отдельного человека, так и в масштабах нашей белорусской церкви и нашего государства. Храм выполняет духовное призвание нашего белорусского народа прославить подвиги сонно-святых, жизнь и труды которых напрямую были связаны с этой землей. На своде в столпах и стенах изображены 54 белорусских святых, святители и мученики, праведные и преподобные. Они были разного социального происхождения, разных профессий. Они жили в разные эпохи. Их жизненный путь объединяет только одно – служение своей земле, своему народу, своей стране, своей церкви, всеми силами, всей жизнью своей. Вот если представить, что история мира развивается в пространстве и времени, то эта композиция – срез в пространстве. Какие святые послужили этой стране, прославили эту землю в течение всей истории? Это неподражаемый пример служения своей стране, своей церкви, бесценный духовный опыт, пример для подражания для всего мира, особенно для нас, живущих в Беларуси сегодня. У каждого святого установлен свой день памяти в календаре. Но в один день, третьей неделе по Пятидесятнице, отмечается ежегодное празднование Собора Белорусских Святых. Праздник установлен сравнительно недавно – 3 апреля 1984 года. Установлен по инициативе митрополита Филарета. Сначала он состоял из 14 святых, затем в 1999 году было канонизировано 23 новомученика Минской епархии, пострадавших в 1930-е-50-е годы. Эта работа ведется комиссией по канонизации святых, комиссии Белорусского экзорхата. И в настоящее время в соборе, в этом сонме, в этом списке 54 имени святых. Их образы запечатлены на своде. На западной стене представлен покров Богоматери, которая благословляет и хранит белорусскую землю. К ней обращены молитвы святых и молящихся. Напротив композиции покрова, на западной стене, в медальонах представлены три чтимые иконы Богоматери в окружении ангельских сил. Жировицкая икона Богоматери, Минская икона Пресвятой Богородицы и икона Божией Матери неувидаемый цвет. А на своде с западной стороны представлен образ Всевидящего Ока Божьего. Это удивительная символическая композиция, иллюстрирующая слова Священного Писания о неусыпном Всевидящем и Всеведующем Христе. На стенах представлены образы Беларуси. Образы, как множество храмов и монастырей, существующих, как мною уже было сказано, изображенных внизу и утраченных на галерее вверху. Это символическая карта страны, карта, на которой представлены ростовые изображения святых и сон храмов. И вот внизу, проходя мимо, молящиеся видят знакомый облик святых мест, а вверху ставшие историей формы, уничтоженной в годы гонений храмов и обителей. Таким образом, в программе росписи соединен образ святынь и святых, образ святых людей тесно связан с темой святых мест. А страна Беларусь предстает, как словно святая гора Афон, наполненная монастырями и храмами. И каждый из них хранит историю известного или сокрытого от нас духовного подвига земного человека, прославленного в лике святых, или чей великий земной путь известен только Господу. И уникально храмовое пространство цветовой гаммой. мягкие, розово-фиолетовые и бежевые тона задает всей композиции храмового пространства фаянсовый иконостас. И бежево-зеленовые тона трапезной части храма, пейзажные фуоны и витражи икон. Дело все в том, что фаянсовый иконостас развивает традицию израсовой керамики 17 века, которой славились белорусские мастера, ценинники из Копоси, Могилева и Шклова, чьи работы украшают храмы московского Кремля и многих русских городов по сей день. Иконостас совершенно необычен в подборе икон. В нем размещены образы всех 12 апостолов. А вместо привычного диисусного чина использованы евангельские сюжеты страстей христовых, которые рассказывают о последних днях земной жизни Иисуса Христа. В местном ряду иконостаса в четырех иконах представлены вновь собор белорусских святых. Фаянсовый кархаз иконостаса изготавливался в городе Екатеринбурге, где сохранились древние печи 19 века, позволяющие обжигать крупные детали. Но об этом дальше мы поговорим о главном храмовом пространстве. Но это уже следующая тема нашей передачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok